В нашем городе большой праздник! День города! В этом году мы отмечаем 40-летие со дня образования города Десногорска! Мы рады приветствовать всех жителей и гостей нашего города! День такого замечательного события! Мы чествуем трудовые коллективы предприятий и учреждений города, учебные заведения, ветеранов войны и труда, молодежь нашего города, наше будущее и всех жителей Десногорска! Городие Десногорцы и гости нашего гостеприимного города! От всей души хочу поздравить вас с нашим общим праздником, с днем рождения нашего города! Хочу пожелать вам благополучия, любви и доброты! Праздничную колонну открывает государственный флаг Российской Федерации! Право нести государственный флаг Российской Федерации предоставлено Николаю Павловичу Сотникову! Он является ветераном труда! Отмечен памятным знаком 30-летию пуска первого энергоблока САЭС! За добросовестный труд ему объявлена благодарность Генерального директора Госкорпорации «Росатом» награжден благодарственными письмами руководства Смоленской атомной станции! При непосредственном участии Николая Павловича были введены объекты промышленного назначения и жилищного сектора в нашем городе! На него равняется нынешнее поколение! И его берет в пример молодежь! С знанием победы несет председатель городского совета ветеранов ветеран войны в Афганистане подболковник безопасно Шурганов Игорь Владимирович! За знанием победы существуют ветераны локальных войн ветераны вооруженных сил ветераны военно-морского флота! Спасибо за вашу доблесть и отвагу! За проявленное мужество! Поздравляем вас с днём города! Ура! Самым отличительным снагом нашего прекрасного города является флаг! Право нести флаг муниципального образования в городе Саногорск-Моленской области предоставлено Сергею Фёдоровичу Черных специалисту высокой квалифинации в области сварки опытному бригадиру Смоленскому управлению филиала открытого акционерного общества электроцентромонтаж Закладка первого жилого дома и первый кубометр бетона под плиту реактора строительства дороги связывающий посёлок с промплощадкой год первого детского сада и начало возведения главного корпуса Смоленской атомной электростанции всё это как разрождение нового города первостроители нашего города ветераном стройки поздравляем с днём города Ура! Десногорск является городом высокой социальной ответственности его программы развития направлены на мобилизацию населения на стремление сохранить и улучшить среду в своей части деятельности за период существования областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Смоленской области с 1939 года муниципальное образование в городе Сногорск Смоленской области переставался победителем в семь раз Переподящее знание администрации Смоленской области было передано на вечное хранение муниципальное образование в городе Сногорск Право идти Переходящее знание Администрации Смоленской области «Лучшему городскому округу Смоленской области» предоставлено Народное предприятие «Автогранс» История управления Сногорска «Автогранс» 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 С юбилеем и праздником Днём города! Ура! История образования тесно связана с историей города. Открытие школы номер два. Она пройдена в пусту первого энергоблока Смоленской атомной электростанции в 1982 году. За это время школа выпустила 34 золотых и 54 серебряных медалистов. С праздником вас, Днём города! Школа номер три. Благоество и источникам добра. Теператы, педагогического оптимизма. Коллектив школы сопровняет и приумножает традиции и опыт по обучению и воспитанию подрастающего поколения. В школе победителя национального проекта образования много лет успешно действуют детские общественные организации. Поздравляем вас с праздником! Днём города! Ура! Школа номер четыре успешно реализует одну из задач модернизации образования – выявление и развитие отдаённых детей. Команды школы номер три и четыре вот уже тридцать год представляют Смоленскую область на всероссийском этапе президентских спортивных игр. Снём города! Ура! В этом году свой 30-летний юбилей будет отмечать коллектив Детского Града «Лесная сказка» – активный участник регионального конкурса профессионального мастерства. В 2014 году также отмечал свой 25-летний юбилей и детский сад «Имушка». От всей души поздравляем вас с юбилеем! Снём города! Ура! Снём города! Деятельность дошкольных учреждений города широко известна в регионе и на всероссийском уровне. Коллективы детских садов «Дюймовочка», «Алёнка» и «Жутка» регулярно участвуют и поддерживают в конкурсах госкорпорации «Росатом». Детский сад «Дюймовочка» стал серебряным призёром всероссийского заочного конкурса «Патриот России». Большое внимание в городе уделяется дополнительному образованию детей и подростков «Дом детского творчества». Детский сад «Дюймовочка» — это многофункциональный центр «Алёнка» и «Дюймовочка» — это базовое учреждение для проведения городских и подростков «Дюймовочек» — это регулярно проводятся мастер-классы, творческие площадки. За годы работы в «Дом детского творчества» стал центром личностного развития, радости, пружбы, общения, открытий. Поздравляем вас с праздником! Днём города! В праздничной колонии приветствуем коллектив Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Десногорский центр социальной помощи семье и детям «Солнышко»! Это своего рода приютный день. В нём ребята занимаются и осваивают много прекрасных искусств. Поздравляем коллектив и его воспитанников! С днём города! Ура! В нашем городе предоставляется возможность получить среднее профессиональное образование в Смоленском областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Десногорский энергетический колледж». Он начинает свою историю с 1980 года. Тогда, когда строительство в Смоленской атомной электростанции, было открыто эдопатовое учебное заведение. Профессиональное училище сегодня в полице получалось образование. Из 500 студентов, которые идти, становятся отлично подготовленными специалистами, каждый из которых умеет работать и добиваться успеха. С днём города! Ура! Сфера культуры – это свойогласный индикатор уровня развития города, координирует деятельность в организации культурного досуга населения Комитет по культуре и молодёжной политике, который возглавляет Инна Леонидовна Михайлова. В городе функционируют 7 учреждений культуры. Это Десногорская центральная библиотека. Это центральная детская библиотека, которая в этом году отмечает свой 35-летний юбилей. Поздравляем вас! Ура! Это детская музыкальная и художественная школы. Десногорский историко-крылический музей. Поздравляем вас! Поздравляем вас! Ура! Мы гордостью встречаем инициативную и успешную молодёжь нашего города. Это поисковый отряд и обелиск. Высота за родину военно-патриотические клубы «Ангел» и «Стрела». Молодёжную редакцию поколения. Ура! Ура! Департамент Смоленской области по социальному развитию под руководством Бириантовой Снады Валерьевны. Снём города вас! Ура! Приветствую сотрудников Бириала Многофункционального Центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Снём города вас! Ура! Ура! Управление пенсионного фонда Российской Федерации в нашем городе поздравляем с милицием города! Ура! Среди всех городов Смоленской области Десногорск единственный город с чётко выраженной промышленной специализацией. Городообразующее предприятие Смоленская атомная электростанция. В прошлые годы на ней трудились свыше 25 тысяч человек. Сегодня это один из ключевых узлов единой энергетической системы. Стратегически важное для страны предприятие. Зеркальной экономики Смоленщины. Лидер по притоку инвестиций. Крупнейший налогоплодящий. За весь период эксплуатации станция выдала в единую энергосистему страны более 560 миллиардов киловатт-чатков. Этого электричества хватит, чтобы целый год обеспечить потребности всей России. Директор. Заслуженный энергетик Российской Федерации. Депутат Смоленской областной думы. Почётный гражданин Десногорска. Андрей Ювенальевич Петров. Главный инженер. Заслуженный энергетик Российской Федерации. Участник становления и превращения атомной станции. Крупное энергетическое предприятие. Известное далеко за пределами России. Александр Иванович Васильев. Приветствуем трудовой коллектив. Градообразующего предприятия Десногорска. Возглавляет колонну. Ветеранская организация Смоленской атомной электростанции. Одна из лучших концернений Росэнергоатом и гос. корпорации Росатом. Председатель Раиса Николаевна Злокоманова. Под её руководством Совет Викторовна ведёт активную работу с молодёжью. Смём города! Ура! Старшее поколение атомщиков заложено в прочный удар безопасности и надёжности. Мудрость, богатый, жизненный и производственный опыт служит примером для молодёжи, которая свято чтит традиции отцов и дедов. Поздравляю вас с Днём города! Ура! Сегодня Смоленская атомная электростанция признана лидером атомных электростанций России в применении производственной системы Росатом. В действии программа энергосбережения во исполнении государственных задач. О динамичном развитии предприятия свидетельствуют победы в корпоративных и областных конкурсах. Смоленская атомная электростанция неоднократно становилась лучшей атомной электростанцией России, лучшей атомной станцией по культуре безопасности. Поздравляю вас с Днём города! Ура! Сегодня полным ходом идёт подготовка к сооружению на Смоленской земле новых энергоблоков. Смоленская атомная электростанция-2 – главный проект нашего будущего. Впереди грандиозная стройка. Станция замещения даст мощный импульс к социально-экономическому развитию Десногорска. Района и области на ближайший век послужит благополучию жителей. Поздравляем вас с Днём города! Ура! Городообразующее предприятие заботится о благоустройстве Десногорска, укрепление его социально-экономической инфраструктуры, осуществляет программы по повышению качества жизни горожан, поддержки образования, культуры и спорта. Ветеранов войны, детей и сирот, поздравляем вас с праздником! С Днём города! Ура! Впереди новые инициативы, устремленные в будущее. Они направлены на поддержку здорового образа жизни и спортивного движения, патриотического воспитания подрастающего поколения. Коллектив станции уверен в своих силах, стабилен и находится в постоянном поиске путей совершенствования своей работы. Город и станция едины в будущее вместе работников Смоленской атомной электростанции. С Днём города! Ура! Встречаем коллектив общества с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-сервис». Возглавляет его генеральный директор Наталья Юрьевна Жбанкина. В июле 2014 года общество отметило свой пятилетний юбилей. Основными видами деятельности являются уборка помещений, благоустройство территории, обеспечение питанием работников САЭС, техническое обслуживание и ремонт объектов. В этом году Государственная инспекция труда выдала учреждению сертификат доверия работодателю. Мы поздравляем весь коллектив с юбилеем Днём города! Ура! Приветствуем коллектив фириала номер 44! Федеральное государственное унитарное предприятие, ведомственная охрана Росатома! Атом охрана! В настоящее время фириал является современным охранным, обособленным подразделением. Поздравляем коллектив с юбилеем города! Ура! Ура! Трибуны приближаются коллектив войсковой части 3678 внутренних войск Министерства внутренних дел России. Командую частью подполковник Алексеев Андрей Юрьевич. Днём города! Ура! Ещё одно предприятие, составляющее фундамент промышленности нашего города, является общество с ограниченной ответственностью «Десноборский полимерный завод». Генеральный директор Александр Геннадьевич Преферансов. Основной вид деятельности – производство гибкой упаковки. Благодаря разработкам наших специалистов предприятие заняло лидирующую позицию в области упаковки пищевых продуктов. В подтверждение этому признание успехов – три диплома «100 лучших товаров России». Также организация заняла первое место в смотре конкурса на звание «Лучшее состояние условий и охраны труда на предприятиях до 500 человек среди предприятий Смоленской области». Поздравляем вас с днём города! Ура! Встречаем дружный коллектив общества с ограниченной ответственностью «Полимер». Бесменный генеральный директор передавит производство Александр Романович Кмита. Главная задача на предприятии – это качественное производство полимерных пленок. Все сотрудники являются высококвалифицированными специалистами в своей работе. Планируется расширение производства и создание новых рабочих мест. Коллективу предприятия «Полимер» желаем процветания и поздравляем с днём города! Ура! Бесногорск! Единственный в регионе, кроме Смоленска, городской округ. Здесь уровень рождаемости превышает уровень смертности населения. Большая заслуга в этом принадлежит Федеральному государственному учреждению здравоохранения «Медико-санитарная часть номер 135 Федерального медико-биологического агентства». Сегодня эта организация представляет собой современный, многопрофильный, лечебно-диагностический комплекс, выполняющий задачи медицинского обслуживания работников предприятий атомной энергетики, работников занятых на работах с физическим оружием и жителей города. Руководит учреждением Борозинец Фёдор Николаевич, заслуженный врач Российской Федерации. В полиции не трудятся высокополифицированные специалисты, отмеченные государственными и ведомственными наградами, заслуженные врачи Российской Федерации, отличники здравоохранения. С Днём города вас! Ура! В систему здравоохранения нашего города входит в федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения в Центр гигиены и педагогии номер 135 Федерального медико-биологического агентства. Основная задача охраны и здоровья – федеральное государственное унитарное предприятие аптека номер 135. С Днём города! Ура! Мы гордимся своим высоким уровнем системы здравоохранения и благодарим коллективы за их самоотверженный труд и преданность профессии. С Днём города! Ура! В настоящее время в нашем городе представлено две крупные организации, работающие с двери транспорта. Престижность профессии водитель растёт с каждым годом, ведь не найдётся ни одной отрасли, в которой бы не потребовались профессионалы в этой специальности. С Днём города! Поздравляем коллектив открытого акционерного общества «Атомтранс», лауреата национальной премии «Во славу». Предприятие является одним из самых крупных и стабильных среди аналогичных организаций Смайевской области. С октября 1984 года имя руководит почётный гражданин города Тесногорска, депутат Смайевской областной думы, заслуженный автотранспортник Российской федерации Михаил Васильевич Васенко. В период строительства Смайевской атомной электростанции коллектив этого предприятия осуществлял поставки оборудования для всех трёх блоков станции и участвовал в строительстве жилья и инфраструктуры города. Одновременно с этим занимался обеспечением жителей продовольственными и промышленными товарами и выполнял работу по благоустройству города. Коллектив с трём города! Ура! Ура! Смайевской атомной электростанции всегда, всегда решает свою основную задачу транспортное обеспечение Смоленской атомной электростанции. Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, ветераны труда, ветераны атомной энергетики, почётные автотранспортники, участники ликвидации последствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Поздравляем коллектив с ним города! Ура! Приветствуем коллектив закрытого акционерного общества работников Народное предприятие «АвтоТранс» Бессменный руководитель предприятия Генеральный директор Анатолий Иванович Ефимов Основной деятельности это городские пригороды Междугородские, заказные пассажирские пригородки Сервисные услуги по ремонту автотранспортных средств От всей души поздравляем коллектив с днем города! Ура! Мы приветствуем коллективы Смоленского федерала Смоленск Атомтехэнерго и Смоленского учебно-тренировочного центра Они являются специализированными филиалами Открытого акционерного общества Атомтехэнерго Восплавляет колонну заслуженный работник Первостроитель, ветеран Атомтехэнерго Теодор Рудольфович Росберг! С днем города! Ура! В настоящее время специалисты этих предприятий Работают над реализацией планов госкорпорации Росатом По пуску блока Белоярской АЭС И подготовке пусконаладочного эксплуатационного персонала Сфера интересов филиала Смоленск Атомтехэнерго Не ограничивается отечественной атомной энергетикой Большая заслуга предприятия В успешном выполнении международных обязательств нашей страны По оказанию технического содействия В строительстве атомных электростанций Для тех стран Европы и Азии С днем города! Ура! Постоянно ведется работа с молодыми специалистами Проведение семинаров, конференций Конкурс на лучший по профессии Лучший молодой специалист Спартакеады между филиалами Становятся хорошей традицией Коллектив Атомтехэнерго Поздравляет любимый город с юбилеем Желает процветания и мира! Ура! В перегоне приближается коллектив Смоленск Атомэнергоремонт Филиала открытого акционерного общества Атомэнергоремонт Подглавляет предприятие Акульский Михаил Георгиевич Организация занимается ремонтным обслуживанием Атомных электростанций В том числе подготовки и проведением Специальных работ Работ с использованием комплекса средств Технологического оснащения Персонал филиала принимает активное участие Во всех ремонтных компаниях На Смоленском атомной электростанции В разных регионах России А также за рубежом В объем города! Ура! В регоне приближается коллектив Открытого акционерного общества Евгения Смоленск Генеральный директор Ольфаенов Сергей Александрович Эта организация считается многофункциональной Выполняя не только свою главную задачу бесперебойную и надежную поставку электрической энергии, но и от других работ, жизненно необходимых для предприятий и инфраструктуры города. Организация внесена в реестр предприятий, гарантированно соблюдающих трудовые права работников, имеет сертификат доверия работодателю. С Днем Города Вас! Ура! С Днем Города Вас! Предприятием выполнены различные работы на Смоленской атомной электростанции. Это и модернизация систем второго энергоблока, комплекс работ по переработке радиоактивных отходов, электромонтажные работы. Коллектив уже много лет ведет благотворительную деятельность в городе. мы поздравляем сотрудников электроцентра «Монтаж» с праздником! С Днем Города! Ура! Встречаем коллектив Смоленской финансово-промышленной строительником корпорации «ЩИП». Первым ее руководителем был почетный гражданин нашего города Борис Михайлович Лева. С 2003 года по настоящее время корпорацию возглавляет Василий Иванович Ускреев, активный участник строительства Смоленской атомной электростанции, «Почетный строитель России». С Днем Города! Ура! Сегодня приближается филиал открытого акционерного общества «Е4» Центра энергомонтаж Десногорского монтажного управления. Высококвалифицированные специалисты выполняют монтаж технологического оборудования, и трубопроводов атомных и тепловых электростанций на самом высоком уровне. Такому коллективу по плечу большие и новые задачи. Поздравляем вас с Днем Города! Десногорские монтажники! Ура! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ В трибуне приближается коллектив общества с ограниченной ответственностью «Гидрострой». Образовалось оно в 1991 году как дочернее предприятие управления строительства Смоленской атомной электростанции. С первых дней его образования и по настоящее время предприятием неизменно руководит генеральный директор Владимир Петрович Розильман. Основная задача – это ведение строительно-монтажных и ремонтных работ в атомной энергетике. Предприятия регулярно принимают участие в работах по благоустройству нашего красивого города. Весь трудовой коллектив уверенно смотрит в будущее. Поздравляем вас с Днем Города! Ура! Ура! В наше шествие продолжает трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Смоленск Теплокор». Руководит предприятием Роберт Верамович Рустамов. Основная задача предприятия сегодня – это выполнение работ по ремонту, проектированию, модернизации оборудования, трубопроводов и систем строительных конструкций, ремонт и изготовление текловой изоляции, отделочные и электротехнические работы в помещениях любой сложности. Наша организация производит разнообразную офисную мебель. С Днем Города! Ура! Приближается праздничная колонна Десногорского проектно-изыскательского филиала открытого акционерного общества «Атомэнергопроект» под управлением Антона Алексеевича Полякова. В настоящее время на Смоленской атомной электростанции организация осуществляет обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков, обеспечение безопасности эксплуатации Смоленской атомной электростанции и подготовка документации для строительства и проведения инженерно-геологических работ на Смоленской атомной электростанции 2. Вот основные задачи, которые ставит перед собой этот дружеский коллектив. С Днем Города! Ура! В Грибуне приближается закрытое акционерное общество «Росборгская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна». Предприятие основано в 1973 году. Занимается строительством, ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог, искусственных сооружений, площадок, стоянок, а также улиц и дорог, жилой застройки в красных городах нашей области. В нашем городе коллектив этой организации трудится с 2002 года. За этот период времени построено, реконструировано и отремонтировано 150 километров дорог. Поздравляем ваш дружный коллектив с Днем Города! Ура! Существенной особенностью нашего города является высокий уровень предоставляемых населению коммунальных услуг. И мы приветствуем коллектив муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» под руководством генерального директора Александра Павловича Абраменкова. Сегодня это современная организация со своей производственной и ремонтной базой. Большую работу в организации эффективной работы проводят руководители цехов и предприятий. Мы поздравляем комбинат коммунальных предприятий с Днем Города! С праздником! Ура! Встречаем трудовые коллективы банковских учреждений нашего города! В основе работы этих учреждений лежит принцип дать людям уверенность и надежность, сделать их жизнь лучше, помогая реализовать устремления и мечты, оказать своим клиентам быстрое и надежное по качеству обслуживание. Все банки нашего города оказывают широкий спектр услуг. От всей души поздравляем вас с Днем Города! Ура! Приветствуем служащих Федерального Казенного Учреждения колонии-поселения номер 5, начальник подполковник внутренней службы Филимотенков Александр Николаевич. В учреждении имеется подсобное хозяйство, которое всегда включает в себя тепличные, животноводческие комплексы, площадки для выращивания овощных культур, автомойка, шиномонтаж, шереднице. Поздравляем вас с Днем Города! Ура! Мы от всего сердца поздравляем с праздником трудовые коллективы, общество с ограниченной ответственностью, телерадиообещательная компания «Десна-ТВ» в лице директора Андрея Ивановича Прокопенко, в Десногорской городской газеты «Десна», в лице Анны Владимировны и Булагоновой, в частной независимой газеты «Авоська», в лице генерального директора Михаила Ивановича Прокопенко. С Днем Города! Ура! Встречаем коллективы первой пожарной части по охране СССР и 15-й пожарной части по охране города Десногорск, федерального государственного казенного учреждения, отряд федеральной противопожарной службы по Смоленской области. возглавляет колонну начальник Десногорского гарнизона пожарной охраны, начальник первой пожарной части, полковник внутренней службы Никитин Сергей Евгеньевич. Идет в Города! Ура! И совершает наше праздничное шествие, посвященное 40-летию за дня образования города Десногорск, трудовой коллектив муниципального казенного учреждения управления по делам гражданской обороны чрезвычайной ситуации, начальник управления Игорь Николаевич Медведев, примите от нас поздравления с Днем Городу коллектива «Ура!» Всех жителей и гостей Десногорска поздравляем с Днем Города! Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в учене и труде, воплощении новых идей и замыслов. С праздником, дорогие Десногорска! Ура! Субтитры подогнал «Симон»